Витамины для кошек. Польза или вред? Нужно внимательно изучить все витамины для кошек, какие лучше, чтобы ваш питомец не нуждался в веществах, таких необходимых для его организма. Их дефицит, так же как и избыток, может быть чрезвычайно опасен и привести иногда даже к смерти. А передозировка может возникнуть из-за недостатка знаний, имеющего добрые намерения владельца животного. Витамины, растворимые в жирах, такие как А, Д, Е и К, присутствуют в пищевых продуктах животного происхождения – печень, молоко, мясо, а также в рыбе и растительном масле. Если они предлагаются в избытке, то организм котика не может с ними справиться и изгнать излишки. Не подозревающий ничего владелец мурлыки не может иногда понять, что же вызывает симптомы того или иного заболевания, предлагая своему питомцу, к примеру, повышенное количество свиной печени. Симптомы передозировки витаминами у кошек. Гипервитаминоз, несмотря на всерастущую популярность специализированных кормов, в которых присутствуют нужные дозы необходимых веществ, все еще встречается. Достаточно характерные клинические его проявления затрудняют диагностику. Чаще всего встречаются следующие симптомы – переизбытка полезных веществ в организме животного. Витамин А. Симптомы переизбытка. Изменения в поведении. Питомец становится раздражительным или проявляет апатию к окружению. Перестает заботиться о своем шерстяном покрове. Потеря аппетита. Проявление болевых симптомов. Появление неврологических симптомов. Меньше двигается. Органическая подвижность суставов. Повышенная чувствительность при касании к питомцу. Болезненность шейного отдела позвоночника. Возможна атрофия мышц и снижение массы тела. Выступающие глазные яблоки. Кожные изменения, облысение. Изменение тембра голоса. Бесплодие у самцов. Витамин D. Симптомы переизбытка. Отсутствие аппетита. Снижение веса тела. Гипертония и частые мочеиспускания. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта в виде рвоты или поноса. Быстрая утомляемость. Боли в мышцах, суставах или костях. Слюнотечение. Запор. Тремор мышц. Эпилептические припадки. Что очень важно, выбирая витамины для кошек, какие лучше. Знайте, что даже после радикальной смены диеты, как правило, изменения костей остаются до конца жизни и не исчезают спонтанно. На примере этих двух компонентов наглядно видно, как важно сохранять правильный уровень подаваемых микроэлементов и какими угрожающими, а иногда необратимыми могут быть последствия их передозировки. Владельцы кошек, предлагая в качестве единственного источника питания специализированный корм, задумываются над тем, нужны ли еще дополнительные добавки. А ответ на этот вопрос очевиден. Если в среднем кошка в достаточном количестве для своей возрастной группы употребляет сбалансированный бытовой корм, то дополнительно ничего водить не нужно. Эта пища составлена так, чтобы предоставить все необходимое в оптимальной дозе, при условии, что животное получает их в качестве единственного источника еды. Поэтому нет никакой необходимости добавлять что-либо дополнительно. Для информации, витамины, предотвращающие выпадение шерсти. Некоторые владельцы, несмотря на это, дополняют рацион добавками, но они чаще всего не нужны, поэтому следите, чтобы витамины не вызвали негативных последствий для здоровья кошки. Только если выявлена какая-то определенная болезнь, это может стать дополнительным источником питательных веществ. Так, при кожных заболеваниях можно правильное питание обогатить необходимой пищевой добавкой, поддерживающей внешний вид кожи и шерсти. Например, жирные кислоты омега-3 и 6, цинк, биотин. Для чего нужны пищевые добавки для кошек? В последние годы рынок зоотоваров, предлагающий широкое разнообразие добавок для домашних животных, переживает в буквальном смысле огромный бум. Этот факт, безусловно, радует, так как есть из чего выбрать и своевременно помочь животному, но с другой стороны, может повлечь определенное злоупотребление. Помните, что не каждый кот должен принимать дополнительные таблетки только потому, что они доступны на рынке. Давайте рассмотрим, какие группы витаминов есть и когда их лучше начать давать питомцу. Мультивитамины. Как принимать? Мультивитаминный комплекс для кошек содержит много микроэлементов, направленных на поддержание состояния животного, обеспечивая красивым, здоровым, блестящим мехом. Присутствующие в них витамин D облегчают усвоение кальция, биотина, а витамин A придают коже соответствующее состояние. Таурин способствует бесперебойному функционированию сердца и глаз. Зачастую такой комплекс не содержит красителей и искусственных консервантов, чем привлекает сторонников естественного питания. Регулярный прием улучшает общее состояние и здоровье кошки, а их низкая калорийность не повышает риск ожирения. Добавки для кожи и шерсти. Большое количество полезных веществ, учитывая часто встречающиеся заболевания кожи, представляют собой эти препараты, улучшающие состояние волосяного покрова. Самый популярный содержит масло лосося, которое очень богато большим количеством ненасыщенных жирных кислот омега-3 и 6. Они влияют на ряд процессов, происходящих в организме кошки. Подавляют воспаление суставов и кожи, положительно воздействуют на сердце и сосуды, изменяют работу иммунной системы, уменьшают зуд, лечат инфекцию кожных покровов, стимулируют быстрое заживление ран. Препараты, повышающие устойчивость к заболеваниям. Хронические заболевания, опухоль, инфекции и иные часто возникающие проблемы вирусного фона предполагают необходимость в приёме таких добавок. Выбирая витамины для кошек, какие лучше, помните, что существует масса причин, которые могут вызвать ту или иную болезнь. Стресс, охлаждение, недостаток питания, острая инфекция, отравление. Весьма полезен здесь бета-глюкан, который помимо укрепления иммунитета защищает от бактериальных, вирусных, паразитных и грибковых инфекций. Поддерживает одновременно эффективность вакцинации или антибиотикотерапии, а также защищает от онкологических процессов. Добавки с таурином Кошачий организм не способен самостоятельно изготовить в нужном количестве этот компонент, поэтому и вытекает необходимость дополнить его в рацион. Уличные котики, охотясь на мелких грызунов, едят их. Таким образом, восполняется потребность их организма в таурине. Домашние же любимцы не имеют такой возможности. Следовательно, мы должны доставить им это вещество в качестве пищи. Дефицит таурина может вызвать слепоту из-за дегенерации сетчатки, заболевания сердца, расстройство функционирования половой системы, расстройство роста, деформация позвоночника, нарушение работы иммунной или нервной системы. Микроэлементы для поддержания организма взрослых котов Постаревшие животные чаще всего обладают плохим аппетитом, что способствует системным заболеваниям, а также болезням зубов и десен. Отсюда и разумная необходимость в соответствующих пищевых добавках. Они должны быть богаты натрием, калием и фосфором, так как кошки в возрасте страдают от недостаточности почек и сердца. Витамин В12, железо и фолиевая кислота стимулируют выработку кровяных телец в костномозге. Железо, медь, цинк, марганец и йод участвуют в свою очередь в ферментных реакциях, выделяющих энергию. Биотин помогает поддерживать кожу и шерсть в безупречном состоянии, как и ненасыщенные жирные кислоты. Как следует выбирать, чтобы не навредить? Витамины для кошек. Какие лучше, на какие параметры нужно обратить внимание в первую очередь? В первую очередь мы обратим внимание на то, как добавка будет с удовольствием уничтожена нашим питомцем. Правда, отдельные производители делают все, чтобы продукт имел привлекательный запах и вкус. Значит, если наш подопечный не хочет съесть пасту или таблетку, то следует ему предложить другую, с похожим составом и, что самое главное, рекомендациями. Если ваш питомец постоянно вылизывает себя, этому также есть объяснение. Смотрите предыдущее видео. Основной момент, который мы должны учесть в том случае, когда собираемся ввести дополнительные препараты, это предварительная консультация с ветеринаром. Не стремитесь пичкать кота всеми предложенными без рецепта витаминками, которые вы обнаружите в зоомагазине. Также не ожидайте от этих продуктов немедленного эффективного действия. Мы должны четко определить, что творится с мурлыкой, а потом уже покупать полезные добавки. Не всегда определенная группа – это панацет любых беспокоящих симптомов. Часто бездействие при установке диагноза приводит к сложным проблемам и ухудшает терапевтические возможности. Второй основной задачей является точное исследование дозировки продукта, так как некоторые витамины в избытке достаточно вредны. Не всегда кошки любят глотать капсулы или таблетки, а большая их часть, наоборот, сопротивляется в момент их подачи. Поэтому лучшим решением будет паста, жидкость или порошок. Вы можете растворить их в предлагаемом корме, чтобы упростить их прием практически без стресса для животного. Не забывайте также о том, что пищевые дополнения имеют свою теплотворную способность. Это должно усилить вашу бдительность и не допустить возможного лишнего веса у животных, особенно при длительном применении. Можно ли применять для кошек добавки в пищу, купленные в аптеке, предназначенной для людей? Правда, часто активные вещества у них такие же, как и в препаратах для животных, но доза совершенно другая. Кошки имеют специфический метаболизм, и некоторые лекарственные средства или продукты для человека могут быть токсичными для кошек. Если вы стоите перед выбором, какие витамины выбрать для кошки, то лучшим решением в этой ситуации станет здравый смысл и консультация с врачом. Так ваш питомец не получит дополнительных проблем со здоровьем и всегда будет в хорошей форме. Друзья, а вы консультируйтесь с ветеринаром перед тем, как добавить витамины в рациум питания своих питомцев? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Вы еще не подписаны? Конечно же подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски Живой Планеты. До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием Земля!